С днём города Рязань приехали поздравить друзья из городов-партнёров. На торжественном приёме их поприветствовали первый зампред правительства Анна Рослякова и руководители города. Рязань – столица ВДВ. У нас славные воинские традиции. Вообще город Рязань, ну на тот момент старая Рязань, это единственный город в нашей стране, который не сдался, где все погибли, город сожгли, но жители не отдались в полу. И вот этот вот характер, он есть, мне кажется, в генах у всех, кто живёт и трудится в нашем городе. Поздравить Рязань с днём рождения приехали представители из разных городов России и ближнего зарубежья. Среди них Москва, Тула, Сахалин, Брест, Минск. Всего семь субъектов. На мероприятии были и главы муниципалитетов Рязанской области. От имени жителей города-героя Тулы мы поздравляем всех присутствующих. Виталий Евгеньевич, Татьяна Николаевна, всех жителей Рязани с 929-й годовщиной, со дня основания. Как отметила председатель городской думы Татьяна Панфилова, день города проходит в тревожное время. И стоял вопрос, отмечать его или нет. В конце концов, приняли решение провести праздник для жителей, которым он поможет наполниться уверенностью в том, что всё будет хорошо. Также она отметила, в последние годы город сильно преобразился благодаря главе региона. Такого отношения к городу, как к столице региона, никогда не было. У него действительно такое отеческое отношение к городу. И мы это видим, горожане это замечают. Глава администрации города Рязани Виталий Артёмов поблагодарил за поддержку соседей Тулу и Москву, а также Херсон. Ведь даже в такую трудную минуту они нашли время разделить праздник. Заседание в администрации состоялось не только ради тёплых речей в адрес города. У нас есть большая традиция, и она сложилась давно, что мы дружим с военно-морским флотом. Начиная с Олега Лизанского, сейчас уже Евпадий-Коловрат, и у нас сегодня будет большая, великая миссия, которая мне выпадет – писать соглашение. 17 июня 2024 года успешно завершились государственные испытания нового дизельного ледокола Евпадий-Коловрат. Его назвали в честь русского былинного героя, подвиги которого олицетворяют силу и дух русского народа. Судно способно осуществлять проводку во льдах, доставлять грузы и брать других на буксир. Сегодня Виталий Артёмов и председатель первичной профсоюзной организации 697-го отряда судов обеспечения Галлия Ибрагимова подписали соглашение о сотрудничестве. В завершение торжественного мероприятия в администрации города выступил Камерный оркестр Рязанской области под руководством Сергея Проскорина. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».